У каждого народа всегда есть стереотипы о других странах и народностях. Ведь у нас есть также какие-то стереотипы и представления о тех или иных людях из разных стран. Ну и о самих странах. Сегодня мы хотим поговорить, какие же есть стереотипы у турков о русских. О русских. И сразу хочется объяснить, что русскими турки считают все, кто говорит на русском языке. То есть для них нет разницы, молдаванец, украинец, белорус или русский. Они все для них русские. Поэтому будем говорить о стереотипах турецких жителей, о людях с постсоветского пространства. Вы на канале Turkey Space. Меня зовут Олеся. Я Владимир. Погнали. И первый стереотип. Все мужчины-алкоголики. Этот вывод турки делают лишь из наблюдений за туристами на отдыхе, где славянские мужчины привыкли отдыхать, чтобы хватило на весь год. Нередко начиная свой день с бутылки пива, а то и не одной. И заканчивая вливанием в себя стопочек крепкого алкоголя. И частично их выводы, наверное, верны, так как общество, например, в России, оно сильно разношлось. И образ жизни сильно зависит от среды проживания. Вы вот сами наблюдали за такими картинами, за туристами в отеле, которые в основном приезжают не из больших мегаполисов, а из разных периферий России. Вот они там нормально отдыхают с утра до вечера. Однако вот люди, которые проживают в больших мегаполисах, ну, например, таких как Москва, Санкт-Петербург и другие какие-то огромные города, там, наоборот, люди стремятся больше к здоровому образу жизни. И вот, например, у нас в свое окружение, в Санкт-Петербурге, было крайне мало тех людей, которые реально злоупотребляли алкоголем. А большинство из них вообще не употребляло алкоголем. В том числе и мы. Следующий стереотип взаимосвязан с первым. Считают, что славянки голодны до секса из-за того, что их мужья алкоголики, и не заботятся о них в должной мере. Именно из-за этого, на короток Турции, местные мачо распинаются в комплиментах по отношению к славянским женщинам, будучи уверенными в том, что с легкостью на время завладеете ее сердцем, подарив свою заботу и ухаживание. И это частично так. Все же стереотипы не рождаются на пустом месте. Часть женщин действительно едут понежиться на лазурных турецких берегах не только с целью отдохнуть телом и душой, но и нередко преследуют именно цель завести курортный роман с Булкинс в угол мачо. Следующий стереотип, что все русские богаты. Ну, этот стереотип уж совсем поверхностный. Большинство турков считают, что раз Россия торгует нефтью и газом, значит автоматически все там олигархи. И подтверждает этот стереотип, ко всему прочему, то, что славяне, приехавшие на отдых, привыкли сорить последними деньгами, которые копили весь год специально для отпуска. Чтобы хоть раз в год почувствовать себя королем. Активно шобятся, пьют дорогой алкоголь, ездят на экскурсии. И местные, наблюдая эту картину, делают ошибочный вывод. И пускай не обижаются дурки, но богатые так называемые русские ездят отдыхать совсем не в Турцию. Следующий стереотип, это что русские всегда угрюмые и неприветливые. Откуда точно взялось это представление у турок, мы точно не знаем. Так как особо истории русского народа, они турки имеют в виду, они не знают. Но они и вправду так считают, что мы все угрюмые, суровые и холодные. Ну, а мы в ответ можем ответить, а как тут не будешь угрюмым? Кто интересуется историей русской нации, тот поймет, о чем мы. И следующий стереотип, турки полностью уверены, что все русские высокообразованные люди. Этот стереотип берется от того, что в Турции до сих пор довольно большое число поистине неграмотных людей, которые даже писать и читать не могут. Связано это с историей Турции, где доступ к образованию для всех граждан был открыт относительно недавно. Ну, а у людей с ПЗСК пространства писать и читать это само собой разумеющееся. И если нет высшего образования, то обязательно имеется какое-то среднее профессиональное образование. Отсюда и стереотип. А вы слышали о таких штампах? Делитесь в комментариях. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик и поставьте лайк. Обратную связь можно держать в комментариях или через почту, указанную под видео. Также под видео есть наш сайт, куда можно обратиться с помощью в аренде квартиры. Погнали-поннали и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok